Сегодня в эфире. В обязанности Станислава Давыдова на новой должности будет входить реализация мероприятий по развитию безвозмездного добровольного донорства крови в Петербурге. В первую очередь, в городе будет запущен единый донорский интернет-портал для потенциальных и активных доноров крови и ее компонентов. С сентября в Петербурге планируется увеличить количество открытых уроков по донорству в школах, провести несколько крупных донорских мероприятий и информационных кампаний, говорится на официальной странице фонда доноров. Как в Петербурге предлагали поощрять доноров, узнайте здесь полномочия директора фонда доноров с сегодняшнего дня принял на себя Дмитрий Кацуба, ранее занимавший должность первого заместителя директора фонда. Эта должность позволит в рамках донорского движения связать воедино деятельность органов власти, медицинских учреждений и общественных организаций, выработать линию эффективного и продуктивного взаимодействия. Именно такой, слаженной работы нам сейчас и не хватает, но мы уже на пути к решению этого вопроса, считает Станислав Давыдов, менеджер по пропаганде донорства крови городской станции Переливания крови. Где сдать кровь в Петербурге, смотрите здесь, по словам Людмилы Косткиной, председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Петербургского ЗАГСа, городу давно не хватало слаженной работы службы пропаганды донорства. По ее мнению, появление в Петербурге менеджера по вопросам пропаганды донорства поможет вывести его на новый уровень.